Добрый день, друзья! С вами, как всегда, я Олег Дубовой. И я приветствую вас на канале Пасека у реки. Сегодняшний свой выпуск я хочу начать с ответа на вопрос, который часто волнует нашего начинающего пчеловода. Звучит он так. Роятся ли пчелы на главный взяток? Вот сейчас у нас идет главный взяток, подсолнух цветет, пчела работает полным ходом. И мой ответ. А ответ мой будет таков. Роятся. И еще как роятся. Кто-то может сказать, да быть того не может. Все может быть. У меня есть вещественные доказательства. А вот мои вещественные доказательства. Неделю тому назад я снял два роя. И вот два дня назад я тоже снял рой. Так что на главный взяток пчелы роятся. Начинающие пчеловоды, будьте внимательны. Будьте всегда на чеку. Итак, в сегодняшнем виде я не только ответил на этот вопрос, но и покажу, как объединить рой с отводком. Прежде всего, хочу обратить внимание на некоторые нюансы, которые могут в дальнейшем повлиять на конечный результат наших действий. Как я уже сказал, данный рой был снят мною два дня тому назад. И после того, как я его привез на пасеку, я его опустил в погреб на двое суток, чтобы сбить у него, охладить его, сбить у него роевое настроение. И только потом я вынес его на пасеку. В одном из видео, который тоже касался роевых пчел, у меня был такой комментарий, что два дня держать в погребе пчел это лишнее. Потому что если рой прилетел издалека, то не надо его охлаждать, никуда он не улетит. Ну, во-первых, рой с собой никаких справок не носит. Откуда я знаю, сдалека он или сблизи, может, он у соседа сбежал. Поэтому я всегда на двое суток опускаю его в погреб для охлаждения. После этого я выношу его на пасеку. В данном случае, как я уже сказал, мы будем рой объединять с отводком. Второй нюанс. Второй нюанс касается того, где и как установить мне рой. Поскольку я буду объединять с этим отводком, то я ловушку ставлю на этот улей. Литок. Если я поставлю литком в эту же сторону, где и основные литки от моего отводка, и открою сейчас весь литок, то пчелы вылетят, столкнутся с нижними пчелами, и будет бой. Будут они биться и сегодня, а может быть и завтра, потому что идет медосбор. Я собираю, думаю, что на них нападают. Ну, будет, как говорится, ненужная драка, в которой может пострадать и мака. И поэтому я ловушку устанавливаю сверху, чтобы пчелы запомнили, как говорится, на свой GPS, координаты, куда им летать. Но разворачиваю литком в обратную сторону. Все, после того, как я открою литок, пчелы будут облетываться через свой литок и не сталкиваться с теми пчелами, которые находятся внизу и вылетают через нижний литок. Вот теперь мы можем себе позволить открыть литок в ловушке и выпустить наших пчел. В дальнейшем, когда я буду объединять и уже здесь вместо ловушки будет стоять корпус, я просто закрою литок и заставлю их выходить через тот, который мне надо, через нижний, с той стороны. В общем, открываем. Пошли наши пчелки. Ловушку я оставлю ровно на сутки, чтобы пчелы загрузили новые координаты своего нового жилья в свои GPS, чтобы облетелися. И через сутки поставлю им новый хороший корпус класса люкс. Встретимся через сутки. Ну что, друзья, а вот и я. Я думаю, вы не успели за мной соскучиться. Хотя в реальном времени прошло не сутки, а двое. Но пчелам нашим это ничем не навредило. Наоборот, даже лучше местность эту запомнили. Но оставил я их на вторые сутки не потому, что мне так захотелось, а я там какую-то новую технологию решил попробовать, а потому, что мне пришло смс, в котором говорилось, что я должен приехать на почту и получить очередную партию маток-гарника с хозяйства Владимира Бондаренко. Владимир, спасибо за маток. Матки дошли живые, здоровые и даже уже обрели новые семьи. Ну, а мы продолжаем. За эти два дня у нас прошел здесь еще и ливень. Кто видит, у нас вот сзади тучки уже развеялись, пасмурно. Это еще такой маленький нюанс для начинающих пчеловодов, которые собрались ловить раи. Не забывайте, что тучь может повредить крышку, повредить ловушку и повредить тех пчел, которые у вас поймаются. Поэтому не забывайте сверху либо линолеум, либо, как в моем случае, пленка, рубероид, кто на что гораст. То есть сверху чем-то надо ловушки покрывать. В данном случае ливень прошел, но нам это не страшно. Итак, для объединения роя с отводком нам прежде всего понадобится рой, который у нас подготовлен и отводок, который тоже готов принять данную семью. Дальше нам понадобится корпуса. Кто-то использует трехсотые, я у себя на пасеке использую два корпуса сто сорок пятых. Пользуясь случаем, хочу ответить на три вопроса. Вопрос первый. Почему я хожу в рукавицах? Этот вопрос почему-то многих волнует, как будто на этом вопросе свет клином сошелся. Отвечаю. я не люблю когда меня кусают, это первое, а во-вторых, вы видите, вокруг меня пчелы злые, в этом году я их всех меняю на карнику, естественно, подсадив матку вулей, они мгновенно становятся добрыми, это должно пройти поколение, вот на следующий год они будут добрые, вот если они будут добрые на следующий год и не будут кусаться, тогда я и сниму рукавицам. Ответил, да? Второй вопрос, почему я использую у себя на пасеке 145 корпуса, а не 300, если я работаю на 300 рамку? Я уже в одном из видео отвечал, что я хочу перейти на 145 рамку вообще. То есть, я считаю, что на пасеке должна быть одна рамка, либо 300, либо 230, либо 145, а когда вот несколько рамок, это небольшой дополнительный головняк. Я хочу от него избавиться. Тем более, что 145 корпуса мне визуально больше нравятся, мне нравится больше с ними работать. У меня пчелы, которые сидят на 145 корпусах, они реально уже рамки там запечатанные, уже хоть час мед забирай. Лучше работают, лучше зимуют. В общем, есть много плюсов, которые в своей практике я заметил. И буду переходить. То есть, изначально, когда я заказывал корпуса, я уже тогда думал перейти, но как-то перейти постепенно. И заказал 145. И третий вопрос. Конечно, вопрос интересный. Мне он буквально недавно пришел. Задавали вопрос такой. Я все понимаю, что вы используете не 300 корпус, а 2 145. Но я не могу понять, как туда входит рамка. Потому что, если 145 плюс 145, получается 290, а рамка на 300. Как оно происходит? Показываю. Рамка на 300. Входит и выходит. Входит и выходит. Замечательно выходит. А почему так происходит? Ну, додумайтесь сами. А мы продолжаем. Дальше нам понадобится изолятор. Для чего мне изолятор, я думаю, все уже знают. дело в том, что я буду подсоединять рой, который без роду, без племени. Мы не знаем, какой у него характер, злые, не злые. И отводок, в котором у меня уже новая матка карника, которая работает над тем, чтобы сменить злое поколение на молодое. И мне бы не хотелось при объединении, чтобы матка эта пострадала. Поэтому я ее помещаю в изолятор. Вот здесь посидит. Когда придет время, я ее выпущу. Ну, все остальное по ходу. Итак, разбираем нашу ловушку. Прежде чем разобрать нашу ловушку, мы подготовим нижний корпус. мы сейчас отловим матку, посудим ее в изолятор. Ловушку пока отставим в сторону. а дальше, как я сказал, уже по ходу буду рассказывать. Тяжеленькая. Так. вот наша маточка синенькая бегает, видно или нет. итак, матку мы положили в изолятор. К сожалению, у меня нет изолятора на 145-ю рамку и я использую изоляторы на 300-ю. Но, поверьте, здесь ничего страшного нет. Изолятор на две рамки. Одна рамка с выходящим расплодом есть там медок, пустые ячейки и вторая рамка полностью с пустыми сотами. Для того, чтобы все это время матка не безделичила, а работала. И устанавливаем изолятор. Дальше наш корпус с отводком мы накрываем вот такой газеткой. Есть пчеловоды, которые газетой не накрывают. А если изолировал матку, сразу допустим туда ставят рой, который принесли. Но я этого не делаю, потому что мне лишняя война на пасеке не нужна. Я же понимаю, что когда я поставлю, начнется конфликт интересов. И дабы он не происходил, мы ложим газетку. с помощью такого нехитрого приспособления делаем дырочки. и чуть-чуть сбрызнем медовой водой. Это, кстати, ответ еще на один вопрос. Один подписчик мне писал, говорит, я ложу газету, они ее не грызут. Во-первых, надо было сделать дырочки, чтобы они ее грызли. Ну, а если не грызут, газету сбрызгаем медовой водичкой, слегка, по местам, где дырочки. И, поверьте, разгрызут они эту газету, что тузик шапку. Дальше устанавливаем наш номер люкс. Корпус мы сверху установили нашего основного гнезда. Открыли литок, чтобы пчелы роевые летали через привычное для себя место. В дальнейшем мы этот литок закроем, тот тоже будет стоять в режиме вентиляции, этот в режиме вентиляции, и у них не будет другого выхода, как прогрызть газету, объединиться и ходить уже через тот литок, через который ходит основная семья. Ну, а сейчас открываем ловушку, посмотрим, что у нас там. недавно я в видео показывал, что мне подписчик Александр из Германии подарил такой инструмент. Я говорил, как буду им пользоваться, сразу буду вспоминать. Александр, видишь, я тебя помню. Александр, классная штука, Александр, классная. Еще раз большое тебе спасибо. Так, ну что, смотрим. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Рой или поройчик. То есть у меня один знакомый. прижмение пчелы поймает и бегает кричит Рой поймал, Рой поймал. Ну, это Рой. Не поройчик, а Рой. Кстати, о Раях. Вон у меня там вдалеке еще одна ловушка с Роем. Сегодня привез. Но это уже совсем другая история. Приготовим ловушечку. для матки. Оттянуть рамки они еще не успели. Ну, что-то язычки тянут. Главное теперь матку не пропустить. Таак. Сейчас я, наверное, переставлю рамки, а потом будем матку искать, чтобы пчелам было спокойнее. и пчелам и теперь Тут язвы потянули, но это все мы сюда и ставим. Так, рой мы пересадили, доукомплектовали рамочками с полыни сверху положим. Так, рой мы пересадили, доукомплектовали рамочками. Все, значит, оставляем им леток, а уже поздно вечером или ночью приду и его рано утром, у кого когда время будет. И этот леток поставлю в режим вентиляции. Задний леток на втором корпусе тоже стоит в режиме вентиляции. И у пчелы не будет другого выхода, как прогрызть газету, объединиться одной большой дружной семьей и летать они будут уже через передний леток. Ну а судьбу маточки, которую я поймал, я посмотрел. Сеет она хорошо, лишать жизни мы ее не будем. Мы просто сделаем небольшой отводок. Мало ли, может понадобится матка, знаете как, экстренно. Ну как бы, как бы все, что знал рассказал. А, о дальнейших моих действиях. После того, как пчелы прогрызут, объединятся, я, естественно, открываю изолятор, достаю матку, она будет у нас в нижнем гнезде, там у нас 145 рамочка. И сверху этого гнезда ложу разделительную решетку. Подмет у нас будет здесь 300, а внизу матка будет работать на 145 рамке. Ну, где-то так. Что знал рассказал, чем мог поделился. Опять хочу сказать, это так, как делаю я. Результаты меня устраивают. Ну, а вы выбирайте свой путь или попробуйте мой. Всем пока. До новых встреч. С вами был Олег Дубовой на канале Пасека у реки.